Легенда и ветеран смешанных единоборств Венер Галиев по горячим следам поединка с Артемом Домковским. Венер, Ваши впечатления, Ваши комментарии по этому бою, все ли задуманное удалось реализовать? Ну, все задуманное, это когда удается реализовать. Просто ты перед боем сделаешь один план. Как правило, к началу боя этот план полностью приходится менять, потому что, ну, то, что ты ожидаешь от соперника, он делает другое. Ну, я увидел, что он с самого первого, первых ударов начал в каждый удар вкладываться. Я понял, что если он продолжит в том же духе, он быстро устанет. И поэтому сделал для себя план, ну, быть рядом, прорваться на эти удары, чтобы он выкладывался, вкладывался, и потом, ну, он быстро устанет. Так и получилось, я уже видел, что к концу первого раунда, даже когда пропустил удар в пах, мне давали 5 минут, я понимал, что надо продолжать, потому что он начал вкладываться, и поэтому, хоть и было неприятно, немножко так вот, ну, живот сводит, там бывает кто-то, мужчины это понимают, все равно заставил драться, себя драться, чтобы он продолжал вкладываться, и чтобы он вставал быстрее, закисывался, не давать ему устанавливаться. Ну, и план сработал. Во втором раунде, по-моему, был момент, когда он попал с хай-киками, и вы даже потеряли капу. Это был акцентированный удар, или все-таки больше вскользь? Это вскользь, я перед этим летом вставил себе три зуба, а капу новую не поменял, потому что, ну, еще надо доделать. Смысла не было заказывать новую капу, дорогую, потому что все равно сейчас еще надо доделать там с челюстью. Поэтому оставил старую капу, немножко ее так видоизменил, но она плохо сидит. Поэтому даже на тренировках она слетала, и я думаю, ладно, на бой мне ее хватит. Я опять капу вылетал, как и на тренировках. Но вот после боя доделаю зубы и поменяю капу. Вот вы в клетке заявили, что это поединок, но, по сути, вам был дан как шанс, чтобы проявить себя, да? С учетом того, наверное, это ответственность какая-то была. Было ли какое-то давление? Нет, я об этом не думал. Я работал, как работаю. Если я каждый раз думаю, что это последний твой шанс, далеко не уедешь, надо работать. Получать удовольствие, стараться от боя и просто работать в удовольствие. Так всегда заставляю себя работать. Ну и вот несколько слов буквально про мотивацию, потому что мы вот в таком возрасте, вот сейчас мы смотрели ваш бой, вы от раунда к раунду набирали. За счет чего? Как так получается? Ну, умею, видимо, настроиться, расслабиться, почувствовать. Главное, почувствовать соперника и лишнего не напрягаться. Ну и, как, не знаю, заставлять, ставить соперника в неудобную позицию, где-то я восстанавливаю. Мне было очень тяжело. Может, я это внешне не подаю, но было очень тяжело. Даже уже там в конце раунда, я на третий раунд выходил, я думаю, ну как я этот раунд, мне не хватит сил, я думал, даже завершить раунд. А тем не менее, даже досрочно закончил. Надо верить, заставлять и преодолевать себя. По-другому никак. Рецепта нет универсального. Еще раз большое вам спасибо, с победой, удачи в дальнейшем.